я ручку покажу я всем привет прекрасно потренировались смотрите много раз уже об этом говорили тем не менее хватка очень важный элемент и так у нас 8 граней видите 1 2 3 4 5 6 7 8 8 граней вот это первая грань это вторая ну и так далее схватки как определяются значит у вас есть косточка вот этой косточкой вот вот этой косточкой надо положить на определенную грань ну в данном случае самая распространенная хватка это континентальная косточку кладу на вторую грань косточку на вторую грань но здесь вторая маркерная точка надо вот эту подушечку тоже положить на вторую грань но это уже как бы То есть подушечку я кладу на вторую грань И косточку я кладу на вторую грань Континентальная хватка Континентальная хватка для ударов у сетки, слета Удары слета и для подачи И для подачи вы используете континентальную хватку Она сейчас для нанесения ударов на задние линии не популярна Хотя было время давным-давно Когда эта хватка очень широко использовалась Потом перешли к другим хваткам Из-за того, что стали в ударах применять так называемую расслабленную кисть Если раньше кисть и ракетку надо держать было плотно очень Все фиксировалось Сейчас в современном теннисе отошли от этого И мы смещаемся Если я положу эту косточку на третью грань У меня восточная хватка Вот третья грань такая плоская Косточка, восточная хватка Дальше идем Если я положу на четвертую грань Это будет полузападная хватка Самая распространенная сейчас в мужском теннисе Ну и в женском тоже Это четвертая полузападная На четвертую грань я положил косточку Эта хватка, которая, условно говоря, называется сковорода Потому что я держу как сковородку, на которой готов печь блинчики Эта хватка позволяет нам с нежесткой кистью наносить очень большие кручения под мяч Мячи стали сейчас накручиваться очень и очень сильно Ну, если там Всем знаем, Надаля, да, который не является моим любимым представителем тенниса Ужасно накручиваются мячи То есть огромное вращение придается За счет этой полузападной Ну и экстремальная хватка Если мы поместим на пятую грань Нашу косточку Это будет западная хватка Экстремальная Это экстремальная И даже дальше можно продвинуться Но это экстремальные хватки Я не думаю, что они найдут серьезного применения в теннисе Хотя, ну, допустим, многие играют этой хваткой Вот в таком положении, да То есть вот в таком положении идет кручение очень сильное Ну, это современные, продвинутые, так называемые Next Generation, следующее поколение Играют такими хватками Но я думаю все-таки, что экстремальная Не совсем найдет реальное приложение в жизни Поэтому полузападная хватка На, значит, это у нас вторая, третья На четвертой грани, самая распространенная Это хватка для нанесения ударов с отскоком Спасибо, что слушали Спасибо, что смотрели Мы говорили сегодня про хватки в мужском и женском теннисе Удачи всем, всего доброго